Мы знаем теперь уже, как такие стартапы, как Nevo, Dash, Ripple, достигли капитализации более 1 миллиарда долларов за короткое время. Вы сказали насчет Uber, 1,8 миллиона до нескольких миллиардов, так? Биткоин 70 миллиардов долларов. Например, удельная капитализация Ethereum составляет 1 миллиард долларов на одного человека. Вот это абсолютный рост, вот это абсолютная производительность труда, абсолютная инновация. И вы до сих пор считаете, что эта тема не серьезная? Всем привет! Это программа новости интернета, а я Алибек, и здесь мы обсуждаем самые интересные и актуальные новости. В прошлой программе мы обсудили, что такое криптовалюта и история ее происхождения. В этой мы обсудим, как ее можно заработать. И самый известный способ – это майнинг. Что такое вообще майнинг и как он работает? Что такое майнинг? Это шахта, ферма, которая помогает именно передавать от точки А до точки Б те или иные транзакции. Причем это остаются новые блоки, остаются новые монеты. Сегодня каждые 10 минут рождается новый биткоин, производится новый биткоин. Люди, которые занимаются майнингом, называются майнерами. Они, в свою очередь, поддерживают функционирование платежной системы, подтверждающей транзакции, сохраняя консенсус о едином и неизменном состоянии всей сети. В качестве награды они получают биткоины. Давайте этот процесс рассмотрим более подробно. Основная суть в том, что есть такая вещь, как хэш. Хэш – это, по сути, шифр. Смысл хэша заключается в том, что есть определенный алгоритм, скармливая которому любой уникальный набор данных, вы получаете преобразование получаемой хэш-сумы, которая также будет уникальной и сможет быть повторена преобразование любого другого набора данных. Задача майнера – найти так называемый красивый хэш, который характеризуется тем, что начинается с 15 нулей. Другими словами, сеть. Другими словами, ваша машина начинает вычисление. И как только сеть видит, что вы нашли красивый хэш, вы получаете награду в виде биткоинов. То есть, по сути, это работа в шахте по поиску драгоценных металлов. Шахтер, как только находит красивый алмаз, получает награду. Также и с биткоинами. Вся сложность состоит в том, что количество биткоинов каждый день входит в ограниченное количество, а майонеров становится все больше и больше. А теперь немного рандомных фактов. Братья-близнецы Кэмерон и Тайлер Уинклвозы, обвинявшие Марка Цукерберга в краже идеи Facebook, сумели рекордно разбогатеть на криптовалюте. Как им это удалось? Очень просто. Они владеют одним процентом всех биткоинов в мире. Что с нынешними ценами делает их автоматически миллиардерами. Что ж, братья все-таки сумели заработать свои миллиарды. Сегодня добыча криптовалюты чаще всего происходит в специализированных дата-центрах, которые также называются майнинговыми фермами. В сущности, ферма представляет собой помещение, в котором находится определенное количество компьютеров с установленными программами для майнинга. В самом помещении поддерживается необходимый температурный режим или применяются иные способы охлаждения. Но выгодно ли этим заниматься? Для этого стоит учитывать стоимость электроэнергии, производительность железа, текущую сложность, которая усложняется каждые две недели. Также вам следует знать рыночный курс биткоина по отношению к другим валютам. В самом начале появления биткоинов майнить можно было и в домашних условиях. Сейчас об этом уже речи быть не может. Хотя есть и иной способ майнить. Для начала пользователям надо собраться в так называемый пул, то есть объединение майнеров. В пулы могут входить сотни и тысячи добытчиков криптовалюты, получаемые свои доли и награды в соответствии с размером вклада. Сеть видит такой пул как одного майнера, то есть по сути вы как огромная майнер-ферма, но каждый по отдельности. То есть по сути вы один гигантский сервер, который занимается майнингом. Этот сервер раздает задачи индивидуальным майнерам. Такая практика оказывается более эффективной и быстрее приносит награду, хотя и делает это небольшими порциями. Но награду получает весь пул целиком, после чего начинается распределение. Как вы поделите, это уже ваши проблемы. Получается, вы можете майнить, как у себя дома, объединившись с другими людьми, или построив гигантскую майнинговую ферму. Выбор за вами. Что ж, с вами была программа «Новости интернета». Я Алибек, и если у вас есть какие-то вопросы, вы можете меня найти во всех этих социальных сетях. Сконнектимся!